Доброе утро! Дети в школу. Сейчас Катю растешу. У Кати рождественская футболочка. Единорог рождественский. Так, ладно, собираемся в школу. Милочка. Сюрприз утренний. Наш барабан. Кто-то из котов уронил, видимо, собака разгрузилась. Я уже просто успокоилась. Ну и коврик, как всегда. Весь комок. Так, спускаемся. Катя, ты с единорогом едешь, что ли? Да, и потом я оставлюсь в машине. Окей. Это все есть мусор или нет? Нет, две коробки мусор. Майси, хеллоу. На обратно, пути вы. Да, на обратно, давай. Торопимся уже, автобус уже подъезжает. Давай, ты скорее. Садись и побывайся. Машина. Красивая? Так, осторожно, дождь шел. Не оботрите машину, пожалуйста. Идем, 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 идем. Посмотрите, какая осень у нас золотая, золотая. Стой, Катя. Ну, двигаемся. Дождь до сих пор идет. Он уже раз пять сегодня прошел за утро. Катя, ну. Что ж такое-то, а? Двигаемся. Папа, папа, как наша машина золотая? Все, сели. Все, просто убрать. Бегом, 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 все, никого нет. Народа совсем немного сегодня. Опаздывающих много. Народ машины оставляет. Как попало, их детей провожает. Сегодня как-то много опаздывающих. Все отдыхали, да? Поэтому, да, уже под конец прибегали к автобусу, уходящему. Дождливо. Ну, так свежо, да, скажи прям? Не свежо. Свежо, воздух, воздух, воздух. Нет, жарко, понятно, да. Ну, какой-то свежий такой воздух после дождя. Я всегда радуюсь, что природа палила. Потому что она стоит под таким солнцем палящим. Сейчас выбросим наш мусор. Смотрите, сколько. Смотрите, у нас вся помойка завалена. Картины вон выбрасывают. Чего только не выбрасывают. Мебель, стулья, матрасы валяются. Сейчас приедет помойка, праздники были. И все завалено. Сейчас приедут, все разберут, уберут, заберут. Так, все, мы дома. Темновато дома. Как-то, как будто вечер. Эти спонж-бобы смотрели. Так, мы еще, да, здесь. Мы сейчас очень торопимся. Масик. Поэтому быстро-быстро все, что было, достала. Быстренько сейчас покушать. Я буду с томатным соком. Вова делает себе кофе со сгущенкой. Я просто сгущенку поем. И нам нужно выехать уже. Пусть сидит что-то. Она только что лежала вон там, спала на медведе. Сидишь, тут неумытая с нами за столом. Смотрите, осколок валяется. Значит, что-то еще разбили. Ну-ка, милая. Давай сюда, милая. Может, старый, конечно. От желтого шарика. Вот такая вот погода у нас сегодня весь день. И, по-моему, там каждый день. Не уверена, но что-то вроде такое я смотрела сегодня. Прогнозы. Как-то так будет пока ближайшие дни. Осень. У меня вчера, знаете, прикол в инстаграме есть. Вот у меня вчера один в один было вообще. Легла вчера в 10 часов вечера спать. Думаю, как хорошо. Высплюсь. В общем, легла в 10. И радовалась тому, что я легла рано до часу ночи. Радовалась, радовалась. Потом думаю, что ложилась в 10. Так, я приехала в Пэтсмарт. То, что вчера я не успела. И сейчас зайду в Таргет. Гляну, там еще шорты. Ай, какая красота она тут везде. Посмотрите. Рождественские всякие штучки, дрювчики. Кружечки. Кайчки. Ребят, смотрите, какие штуки. Маленькие вафельницы выпекать. Ёлочка. Тоже новогодненькая. Смотрите, даже для собачки. Интересно. Такую можно, конечно, взять детям. Повыпекать вафельки. Вот так она выглядит. Мило. А еще смотрите, какая есть пончики выпекать. Можно 7 пончиков выпекать. И внутри еще рецептики. Вот так она выглядит. Такие вот дырочки. И можно там орешками посыпать. С шоколадом. Слушайте, прикольная вещь, надо сказать. Посмотрите. Сколько милой, милой, милоты. Блин, тут музыка такая популярная играет. Ой, какая прелесть. Сейчас же всякие пижамки тепленькие. Вот смотрите, ни ножек нету. Классно. И застегивается классно. Клево. Для девочек, для мальчиков пижамки всякие. Ой, сколько много, смотрите. Рождественские. Не было шорт, за которыми я хотела забежать. Я хотела Лаврику еще такие шорты взять, которые в прошлый раз брала. Такие серые. Очень удобные. Там резинка такая удобная. В общем, не было. Я тогда последние забрала. И сейчас их нет. Так, Пэтсмарт и домой. Они по воскресеньям работают до семи. По воскресеньям, видите, а так до девяти. Я почему и не знала. Тут тоже сплошной Крисмас, только для животных. А что, у всех же праздник, не только у людей. Здесь музыка. Так, я на месте. Мне еще не пришла доставка просто. А мне нужно питание собачулини. Вот опять не вижу я больших... А, подождите, вот это что? Это чикен. Нет, вот опять только чикен есть. Коробочка и целая. Я заказала, но у меня доставка что-то опаздывает. Где она там застряла, непонятно. Есть еще, смотрите, какие кусочки. Ну, чикен просто не надо. А, это знаете что? Это тренировать собаку. То есть, как поощрение за то, что собачка делает. Рыбы. Рыба, чикен. Что тут еще? Здесь еще вот такие вот, не знаю, не давала. Вот такие вот не покупала, не знаю. Тоже дак-дак. Чикен биф. Можно, конечно, взять вот такую попробовать. Кусочками тоже. Не паштетом, а кусочками. Рыба. Рыба. Вот они есть в коробочках. Таких. Какую я там держала. Вот такую вот кусочками. Такую возьму, одну попробуем. Так, биф. Все. Не знаю. Будет живать, нет? А взяла, как обычно, и эту индюшку, и говядину. То, что он ест, то, что ему нравится. То, чего себя хорошо чувствует, то есть в туалете, все хорошо. Так, все. Купила. Сейчас попробую еще это. Так, у меня получилось 36,92. Там еще небольшое пожертвование и налог. Естественно. Так, все. На мой. Так, друзья. Ну что, мы дома. Я дома. Папа уехал. У нас приходил сервис. Сейчас нам починили. У нас там ванна засорилась. Сейчас буду все пылесосить. У нас листьев серого гора просто дома. С этой осенью. Да иди. Иди, господи. Тетя лошадь. Пойдем. Выпустили. Испереживалась вся эта тетя лошадь. У меня уборочка. Потому что какая-то срань. Дома никого нет. Когда еще убираться, дома никого нет. Тихо, тихо, тихо. Да, дядя приходил. Дядя приходил, ванну починил. Что еще? В нашем, как она, раковину засоряется когда. Ну, ванную девчонок вообще конкретно прям засоряется. Ой, 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 ой. Господи, Масю не раздави. Вот Годзилла. Масю скажи, вот дает, да? В общем, починил еще раковины. Еще сказал, я вам еще унитаз починил. Ну, там немножко заедала ручка. Я вообще не просила. Но, тем не менее, он все сделал. Еще я, когда сказала ему спасибо, он так выходит и говорит, пожалуйста. Пойдем, Мила. Мила, Мила, пойдем, пойдем. Сейчас все придут. У нас никого нет. Все разъехались. Лиза уехала. Басик ждет. Сидит ее там внизу. В общем, пришел в сервис. Все сделали. Все хорошо. Everything is good. У нас все теперь работает. Это у нас просто... Мы вчера заявочку оставили. Иди сюда, Басинда. Иди сюда. Иди сюда. Подожди, она еще занята. Приедет попозже. Сидит, ждет ее. Видно его, нет? А то я снимаю в пустоту. Не видно. Басинда, пошли. Придет. Вернется. Ой, мой, мой, мой. Ой, ну ты-то блюститель порядка. Мася, молодец вообще. Как лежал на лестнице. Как зашел, чувак вышел. Как лежал, так и лежит. Это он уже на Милку выскочил. Ребят, вчера столько слез было у Кати, капец. Мы вчера пришли, когда с этого в кафешку ездили, когда кушали. Ой, в кино мы ездили и в кафе сидели потом. Милка нашла, где-то Катя оставила это у своего пингвина. Кто-то ей подарил в школе. Кого-то день рождения был, я уже не помню чей. И, в общем, Милка вчера нашла Милофу. Кошачью еду нельзя. В общем, она ее измусолила всю. Вон, видите, все грязные, измусольные, весь мокрый был. В общем, валялся. Слез было море. Но слезы были не потому, что Милка взяла, а потому, что я не разрешила спать уже с этим пингвином. Я говорю, давай я его постираю, посушу к твоему приходу из школы, будешь спать с пингвином. Нет, я буду спать с грязным, пофиг. Нет, не будешь ты спать с грязным. Ой, блин, короче, пипец. Ладно, сейчас постираем, посушим. И придет, будет как новенький. Давай, давай. А у меня пылесос. Спишь тут под дверью шерсти от тебя. Но это она еще не линяет. Левика пооткрывала все окна. Ну, в смысле, свет. Чтобы был свет. Хоть светло стало. У него комната с двумя окнами. Звучит музыка. Все, солнышко. Ты все еще здесь? Бася, ты же пылесоса не боишься, да? Сейчас проверим. Не боишься? Басенька. Не боишься? Дай пропылесосить. Не, не боится. Молодец какой. Я уже пылесосила много раз, но он все время в комнате был. Поэтому я не знаю, боится, не боится. О, явился. Так и сидит тут. Ждет Лизу. Все идете. Бася, так и будешь сидеть тут. С Мейсоном. Пойдем там подождешь наверху. Придет Лиза. Пол протираю салфетками. Я уже показывала их с лимонным запахом. Сидят такие два. Да? Майси. Вкусно сейчас пахнуть будет у вас тут, да? Чего ты лапу жмешь? Страшно? Не бойся. Он не кусается. Чистота. И вкусно пахнет. Майси, ты же не кусаешься, да? Куда ты смотришься, Майсик? Ну, что сидите тут как две сиротки, а? Пойдем наверх. Майси, ты ты кого ждешь? Лева еще не скоро придет. Лиза, ну, не знаю. Не уверена. Пойдем, Бася, поспишь пока. Тетя Лошадь, ты к ним? Вот такие вот салфетки. Очень их люблю. Вот сейчас столы эти все протру. Но с ними лучше работать, конечно, в перчатках. Они такие проспиртованные. Тут, конечно, никакие салфетки не помогут. Ну, в принципе, не так все плохо. Зато пахнет, как вкусно. Почти чисто. Здесь, в принципе, все хорошо. Здесь я оттирала прошлый раз. И, в принципе, все хорошо оттерлось. Мася там мокрый, сейчас лапы разъедутся. Мася. Нет? Хорошо. Ну, было гораздо хуже. Ты здесь? Да. Ты представляешь, не отошел ни разу. Да? Да. Папа, Сережа сюда поехала. А, да, да, да. Ага, машину тебе. Ага, отлично. Ключи. Он сидит, ты знаешь, вообще. Я убиралась, пылесосила, вообще. Никак не с места не сходит вообще. Ждет, сидит. Ну, возьми, конечно, замашивает. Ну, там просто мы стояли долго, там они объясняют, что они хотят, что они хотят, что они хотят, что убирают. Ну, то есть, в автоценте ты стоишь на ульт, вы разловили, ты на ульте стоишь на ульт. Ну, да, да, да. Ну, ты представляешь, мне сон стоять. Не, ну, если за Машей можешь взять. Вот он так печалится, так страдает, там вообще прям. Ты бы, смотри, как рад. Вот даже Мася был ему не помеха. Масик сидел рядом, ни в какую не уходит, и все. Так, ребята, я сейчас доеду. У нас там Сережа с Лилей заселяются сегодня в наш каминке. И сказали, Лен, давай, приезжай, короче, заснимем. Стоп. Заснимем. В общем, сейчас покажу вам, как выглядит здесь квартира. Вот мы, получается, как, ну, как этот дом, как это сказать, край дома. Но у нас, можно сказать, такой, знаете, иллюзия собственного дома. Вот когда внутри. Первым, на втором, на третьем там квартиры. Вот я вам сейчас покажу, как здесь квартира устроена. Сейчас я до них доеду сначала, надо найти мне их еще. Я на месте. Вот так выглядит подъезд. Все на воздухе. Так, куда-то на третий этаж. Сейчас мы с вами посмотрим. Так, парковочка. Подъезды все открытые, потому что очень тепло в Флорида. И куда-то сюда. А, вон где. Да, я здесь. Слышно, классно. Так, Олеся со славой так же живет. Привет, привет, поздравляю. Ой, привет. А что-то мне Лиза сказала, ты только с сыном, без Лили. Думаю, как это так не может такого быть. Красота. Ну, как вам? Нравится? Ну, для первого ракта. Ну, конечно, ничего. Не, ну, свеженько все. Главное, без балкона. Без балкона сейчас покажем. Кухня такая же, как у нас, только планировка другая. Ну, у нас там есть постомойка. Что? Старая. А, ну, заменят, если сломаются, заменят просто клозетики ураганные. А мне нравится кухонька прям. Нет, все нормально. Угу. Ламинат немножко другой у нас, другой. Вот это место непонятно. Да, как думаешь, что это? А, здесь столовая. Вот если это кухня, то здесь стол, да. Потому что мы отдумали, стол как? Стол находит? Нет, вон там получается зона смотреть телевизор, развлечения, а здесь стол. Ну, как вы смотрите сами, но я видела, что здесь стол. Да там у них большой. Вот там. Так, санузел. О, а, получается, оттуда это мастер-бэдром, да? Это мастер-бэдром, двушка, да? По-моему, двушка, да. А, это нет, это не мастер-бэдром, это комната. Все, поняла, у нас полонфармер так было. Комната небольшая, со своим входом в санузел, и плюс этот санузел, как гостевой, идет еще оттуда вход. Я сейчас хочу вторую комнату еще посмотреть. О, большой калкок-балкон. Классно. Да, вторая ванна, это мастер-бэдром. Сейчас пойдем посмотрим. Лаги американские. Ой, классный вид какой. Шикарный балкон, ребята, большой такой. У нас вот маленький, да, у нас хоть квартира больше, но балкон, а вообще в основном все балконы вот такие большие. Вот видите, допустим, квартира будет маленькая, а балкон большой внизу тоже. Большие балконы. Вот у нас почему-то в нашей четырешке, у нас самая маленькая четырешка в этом комьюнити. Есть большие четырешки, а у нас маленькая четырешка. У нас одноместный гараж, а есть двухместные гаражи. Вот у нас, например, у соседей трехбэдромный дом внизу под нами, а гараж двойной. Странно, но вот так вот. Оставите, будет, будет, ну, мастер-бэдром. Ой, мне нравится, блин, классненько. У вас есть, по-моему, такая же квартира, только в другую сторону. Это мастер. И вот у них, а, бьюти столик. У нас у девчонок тоже, но поменьше тоже, опять же. Так, это ванна. Супер. А что значит мастер-бэдром? Мастер-бэдром – это хозяйская спальня. Хозяйская. Самая главная спальня в доме. Чистенько, новенько, ковролинчик новенький. Клозетик проходной. Вон, можно заходить. Большой. Да, прям целая комната. Да. Тут можно для киса. Комната для киса. Для кого? Для игрушек? Кисы. Для кисы? А, для кошек. Для кисы. Да, у вас же кошка будет еще, приедет ваша. Для кисы, для игрушек вон там, моя. Там твоя, да. Классно. Если все мои игрушки перейдите, да, то тут весь дом будет тебя. Да, твоими лего. Да. Классно. У Алиси тоже такая же квартира. Но они переезжают, они скоро уедут. Классный вид. Прям очень классный. Да, и места прям много. Можно много стульчиков поставить. Дорожка. Шикардос. Вид супер вообще. Вон, видите, как внизу делают. Внизу такая же квартира зеркальная, скорее всего. Вот второй этаж. А вон на первом этаже, видите, они забор поставили, цветочки. То есть, как территория у них такая. Ящерицы ползают. Вон тоже видно, как оборудуют. Даже дорожку. Своя дорожка к основной дорожке. Нет, нет. Нам не отвертку давали. Это у нас это есть. Это был наборчик. У нас был этот Вова. Рулетка. У нас рулетка была. Помнишь? Это для кухни, наверное. Подарочный наборчик. Помнишь, у нас там было что-то? Стаканчик мерный был. Там какая-то. Ой, еще у вас, еще есть народ. У вас еще много всего интересного. Полотенечко. Это кружка, скорее всего. Это кружка, наверное, да. Мерный стаканчик у нас еще был. Конфетка. Да, вот они где. Это наборчик. Слушай, напоминает прям первое наше жилье. Было так же. В две стороны, да. Ага, и кондиционер здесь. Также на кухне у нас был. Да. Так, все. Я поехала домой. Ребята поехали дальше по делам. Нам нужно еще с машиной решить. Машину еще берут. Пока. Все. Так, я домой. Доделывать уже дела. Надо Катюхинова этого посушить. Сколько времени? 11.48. Так, успею, господи. Не забыть бы мне его посушить. Сейчас достану, буду сушить. Вот такие вот, друзья, квартиры. Сюда, кажется. Ой, смотрите, классно. Веночек на машине. Сейчас будет много украшенных красивых машин. Вот такие вот здесь вот квартирки. Очень миленькие. Тьфу ты, ёпт, твою мать. Это вот Лена. Лена вот так вот ездит, друзья. У Лены, если навигатор не работает, все, капсда. Лена не знает, где она, кто она. Это нормально для меня. Тупик. Вот теперь правильно. О, поражал надо мной. Олеся со Славой скоро от нас уже переедут. Ну, они недалеко. В принципе, мы в той же эре и остаемся все вместе в ту же самую школу. В общем, в принципе, недалеко. Тоже покажем, если они позволят. Но я думаю, позволят. Покажем тоже, как они живут. Они переезжают. Им сильно очень завысили цену за здесь. Они бы здесь продлили, но сильно им завысили цену. И они решили переехать. Но дети все равно остаются в той же школе. Мася, на чистой лесенке. Мама все убрала. Сейчас. А? Бася, не гуляет, Лиза? Что ты ешь? Попкорн? Ну, пойдем погуляем. Пойдем погуляем. Слушай, выразить надо, сейчас жарко уже. Давай, там жарко на улице. Пойдем, Бася. Пойдем, Бася. Господи, ты такой легкий. Даже Мэйсон по сравнению с тобой. Я Мэйсона поднимаю. Думаю, господи, что такой тяжелый-то. А это в сравнении вот с Басиком. Так, стой. Иди сюда. Ой, гулять. Ой, гулять. Иди гуляй. Ну, куда пошла? Пойдем по дорожке. Пойдем. Не надо, там соседи. Не надо там соседям гадить. Пойдем. Пошли. Там у них свои две такие старушки. Баллонки. Помните, которых мы выгуливали? Сделано. Все, домой. Кстати, страшный домовенок. Не особо-то и любит гулять. Домой, 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 домой. Все, сделал. Разворот. Домой. Кстати, друзья, не переживайте, мы его не перекармливаем. Это так, не более чем шутки. Он ест нормально. Мы, конечно, у него не безлимит. Не даем такой ему безлимит, потому что он реально прям все съедает. Вот прям, ну, как-то даже немножко боязно за него. Поэтому нет. У нас по расписанию у него еда. Сейчас он три раза в день ест, кушает хорошо. Все съедает сразу за раз. Но мы его не перекармливаем. Нормально кушает. Нормально ходит в туалет. Как Жорика, мы его не откормим. Да, Басик? Да? Побежал, побежал. Все. Погуляли? Забирайте дитё ваше. Лиз, давай освобождаемое место. Ой, погулял, погулял, да, мила? Погулял. Слушай, дома, мне кажется, лучше одеть на него кофточку. Дома у нас кондиционер. Жорик не спится. Дома лучше одеть. Ага, хорошо. Все, одели. Дома все-таки прохладненько. Пусть кофточка. Тем более он спать будет. Пусть в кофточке уже. Лиза ждет. Так, я сейчас хочу приготовить пасту с грибами. Просто макароны с грибами, с сыром, с какими-то специями. Хотела чуть-чуть лука добавить. А у меня лука нету. Лука нету. Добавим, наверное, соль, перец, чеснок. Наверное, достаточно будет. И делаем соль. И чуть-чуть соли. Потом еще добавлю уже в макарошки. И все. И сыр моцарелла. Так, грибы буду вот так обжаривать. Прям половиночки. И вот это приправа. Половинки прям решила. Хотела сначала мелко. Сначала хотела прям их постругать. Знаете, так прям мелко, тонко. Но потом думаю, ну что там, не чувствуется ничего. Потом думаю, на четвертинки. А потом, да нет, лучше пусть половинками. Они сейчас ужарятся. Их будет гораздо меньше. Друзья, такой аромат идет от этих грибов. Вот эти грибы, конечно, коричневый шампиньон. Они очень ароматные. Я еще даже ничего не добавила. А вот такой аромат уже стоит. Но вот с этой приправой будет прям вообще обалденно. Что-то я сильно не открою. Главное, немного. А то их кажется много. Сейчас как ужарится, ужарится. Это у меня каша детям. Лапшичка с молоком. Точнее, а не каша. Так, вот так у меня примерно получается. Отварила макароны. Все это смешала. Сейчас добавлю просто сыр, моцареллу. И все. У меня никаких сливок, ничего такого не бывает никогда. Вот этой вот всей белой жижи, этой молочной у меня не будет. Будет просто макароны с грибами и с сыром. Сейчас немножко нагреется плита. Я ее выключала. Грибы быстро приготовились. Ребята, у меня все есть, оказывается, на Цезарь. Я сегодня посмотрела. Я просто лазила в своем колозетике ураганом. И у меня там есть вот такие вот сухарики. Я брала еще по акции 1 плюс 1 в пабликсе. И у меня есть соус на Цезарь. Абсолютно новый, закрытый. Надеюсь, урок годности у него еще не закончился. Сейчас посмотрим. У меня есть много-много листиков. Это Леве брали на бургеры. Но ему сроду он столько не съест. Два листика ему оставлю, окей. А все остальные, они просто пропадут. Есть помидорки черри. Есть остатки курицы. Что там еще-то должно быть в Цезаре? Все вроде, да? И остатки курочки. Вот прям остатки-остатки. И половиночка бедрышка, и половиночка грудки. Все. Больше ничего не надо. Сейчас мы это с вами все смешаем. И будет вполне себе полноценный Цезарь. Так, сюда добавляем сыр. Его сейчас не будет видно. Он сейчас просто весь расплавится. И будет вкусно. И, ребята, сыр, конечно же, сыр. А так все, все есть. Зелени вот этих листьев довольно много. Я Лёбику оставила несколько штук. Бургер. А вот так, посмотрите, прям много-много-много зелени получилось. Друзья, сухарики обалденные, вкусные. Я уже почти все сделала. У меня осталось помидорки нарезать. Я вот начала. Я уже насыпала сыр. Нарезала курицу. Я что, сухарики насыпала довольно много их. Но они очень вкусные. Вы знаете, прям очень вкусные. Они с чесночком. Обалденные просто. Так, друзья, у меня почти все. Осталось мне только соус. Сейчас я его открою новый. Я тут кушаю пасту свою. С макаронами, с грибами. Очень вкусная. Прям очень мне нравится. Прям ем, ем, ем. Ребята, лучший соус на Цезарь. Лучший. Вот сколько пробовали, вот этот лучший. Нужно еще посыпать пармезаном, зеленью, например, какой-то мелкорубленный. Будет вообще бомба. Все. Салат Цезарь готов. Посудомойка уже полная. Но там еще с утра. Ребят, паста с грибами. Огонь просто. Я прям с удовольствием съела. Я пока убрала в контейнер. Сейчас мои придут. Лиза сказала, точно будет. Маша, не знаю, у Маши там свой рацион. У Лёвы, естественно, тоже, как видите, уже бургер скоро будет. Пока просто положила котлету. Но еще пока не готовлю. Еще не пришли. А Лиза сказала, сейчас будет есть. Но мы с Лизой просто любим грибы. И с Цезарь тоже они у меня едят, девчонки обе. Насчет Маши, опять же, не знаю. Маши у психов-то свои программы. Так, и каша у меня готова. Вкусно? Курица какая? Курица из костка, спокойно, не консервы. Из костка оставшаяся гриль была, помнишь? Вкусно? Угу. Покушай. Сейчас не успеешь уже, наверное, покушать. Сядь за стол. Или приедешь, поешь. Давай же, ты с Басей? С Басей, да? Бася поедет, да, с Лизой? Ну иди, возьмет, возьмет тебя с собой, иди. Так, Лиза, Маша поехала. Он погулял уже, поспал. О, я его не кормила еще, Лиз. Мам, ты же сам, ты с Машей? Ладно, Маша покормит, да. Мила, ты что не провожаешь? Что, что, что? Амазон, давай. А что это пришло? Занеси мне что там. На твое имя. На мое? Супер. Давай. Угу. С руки. Пока. Мася, Мася, красота моя. Красота моя неземная. Масяенька. Мой кот, мой че, мой красивый. Мой кот, мой че, мой красивый котик. Мася, Мася, Мася. Ладно. Что, я сиди, жди, сейчас Маша приедет. Смотрите. Вот так всегда. Так бесит. Я вам даже передать не могу. Всегда одна и та же картина. Сковородка, тарелка, неважно. Ну, сделай ты вот так, господи. Ммм, друзья, это, это, это пижамки. Да подожди, не тебе. Пришли пижамки, но они, по-моему, еще не все пришли. У меня одна вчера пришла. Катюхе и Лаврику. Так, дома ходить. Раз уж Лаврик сказал, мама, окей, буду носить. Ну, как не воспользоваться-то? Так, все, все. Но, вы знаете, это еще не все. Они еще придут. Они просто разные. Есть с длинным рукавом, с длинными штанами, а есть футболочки и шортики. Лаврик вчера ко мне подошел. Мила, отойди, пожалуйста. Подошел ко мне вчера и говорит, вот раз, я не знаю, раз 15, наверное, спросила, так вот показывая мне, как футболка, длина рукава на футболку. Мама, они вот такие мне придут? То есть надо обязательно, чтобы была футболка и шорты. Никакого длинного рукава, никаких штанов, чтобы вообще не было. То есть он из майки перелез в футболочные такие. Ну, когда на улицу, то он ходит, конечно, в футболках, но дома не заставить. Скоро просто холодно будет, и будут открыты окна, выключен кондиционер, и вот не заставить. Помните, кто давно с нами? Одна и та же картина. Холод страшный. Все одеты, окна открыты. Этот сидит в майке, в трусах и с холодными ледяными ногами. Стабильно. Одна и та же картина. Вот это точно с длинным рукавом, судя, потому что он большой. Это с коротким. Вот это, наверное, тоже с длинным. Я уже не помню, какие, где какие. Вот это, наверное, с коротким. Очень симпатичные пижамки. Я вот сейчас вот открою. У меня одна открытая. Я вчера открыла, что не показала ее. Вот, смотрите. Я прямо на полу. У меня пока чисто. Скоро, конечно, засрутся. Но пока чисто. Вот такая вот пижамка. Катя, кстати, вчера хотела очень одеть с длинным рукавом. Я говорю, не надо, говорю. Пока жарко, не надо. Вот такая вот пижамка. Я беру, кстати, на 10 лет. Но там и написано, что... Вот, видите, сайт 10. Там и написано на сайте, что берите на 1-2 размера больше. Они маломерят. Я просто уже брала, знаю. Вот. И вот такие вот для девочки. Это с длинным все. И штанишки. И штанишки, в принципе, вот тоже вот не сказать, что на 10 лет. Они вот явно... Ну, если даже... Они точно немножко длинноваты. Но, видите, вот на резиночке ничего страшного. Там не видно бы, что они длинноваты. И они и на следующий год у нее еще останутся. Она в этих уже второй год ходит. Лаврику. Машинки. Динозавр. Вот это, по-моему, с коротким рук. А, здесь две. Две. Вот это вот две. С акулой. Это с коротким, по-моему, рукавом. И с динозавром. Здесь два сразу. И новогодняя одна пришла уже. Так. Ну, новогодняя. Вот она. Это мне нужно, чтобы они и дома как бы ходили. Ну, понятно, им приятно. Но я еще брала с целью в школу. У них там будет пижама всякие. Вот эти вот кристинсковские дни какие-то. И можно будет приходить в пижаме. Не можно, а нужно обязательно прийти в пижаме. Вот такие вот снеговички. В общем, взяла такие тонкие. В крайнем случае кофту сверху оденут, да и все. Если уж прям совсем будет дуболом. У меня, кстати, про крисмос именно пижаму спрашивала. Мама, она точно как футболка будет и как шорты? А, она точно не как футболка и как шорты. Я же для школы брала вот такую вот. В общем, как буду оправдываться потом, не знаю. Ну, вчера, чтобы отвязаться, просто сказала, да, 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 лаврик, да. Сюрприз будет. Вот. А вот это вот, видите, это такая, какие у них есть. Я вот такие вот брала. Именно вот как футболочка и шортики. Вот такая вот. Вот в этих они у меня ходят сейчас каждый день. И вот лаврика. Такая вот с динозавриком. С такими же шортиками. И точно такая же с акулой. А вот это, наверное, с длинным. Сейчас открою. А, здесь тоже две, видите, тоже. Здесь тоже две. Они, когда по две берешь в упаковке, там дешевле получается. И получается вот с машинами было две. Вот такая вот и вот такая. Это, наверное, с длинным. Да, это с длинным. Сюрприз будет. Вот, друзья, раскладываю. Вот это вот была вчера с котиком. Ей очень понравилась. Она с длинными штанишками и с длинным рукавом. Вот с такими вот котиками. Один, что ли, там котик? Один вроде. Спящий котик. Кстати, будете спрашивать, почему не постирала сразу в шкаф и сразу на детей? Сейчас они придут и скупаю, одену. Да, друзья, я никогда не стираю вещи после магазина. Никогда. Ни себе, ни детям, никому вообще. Ты же моя, Суанца, красивая. Что ж ты тут делаешь? А что тут делает Жоречка? Жоречка, что тут делает мой котик? Мой уютный котик. Мой уютный, мой красивый котик. Да. Мой ласковый котик. Жоречка, Жоречка. Спила. Я, кстати, еще и новорожденным детям, когда у меня такие были, я тоже никогда не стирала вещи. Ой, нет, знаете, вру сейчас. Когда Лиза была... Блин, елку погасили. Когда Лиза родилась, ой, был такой глюк, честно, стирали, чуть ли не кипятили, я даже не помню, что там, какие-то детские порошки, и что только не было, в общем, и, в общем, и купали в воде, там чуть ли не кипяченые какие-то травки, какие-то чего-то, господи, что только не делали. В общем, в итоге мы ее застерилизовали, как нам врач объяснила, ребят переборщили, застерилизовали ребенка, так оно и получилось, у нее пошло, я не знаю, что по всему телу, просто мы не поняли, мы сразу вызываем врача, ужас, ужас, там же в России женатом врача вызываешь, и она нам так и сказала, ребят, застерилизовали, переборщили, в общем, с тех пор ни с Лизой, ни со следующими четырьмя, я вообще никогда больше не стирала одежду, никакой стерилизации, даже вот груднички, вот дети родились, все, купили в магазине, тут же напялили на себя пеленки, вещи, белье, никогда ничего не стираю вообще, не то, что это какой-то, знаете, такой печальный, печальный опыт, никакой печали, просто как-то, я не знаю, у меня нет такого принципа прийти, намыть, настирать, я не знаю, пакеты с магазина протирать, там, у меня такого глюка нет, ну, наверное, это правильно, может быть, я неправильно делаю, ну, я как-то очень просто к этому отношусь, поэтому не запариваюсь. Забрала? А где? Детё твое. Да, почистили, я же сказала тебе, или я тебе не говорила? Не говорила? Да, приходил сервис. Господи, не упади. Ты что, тебя шатает с одной стороны в другую? Я стала так выматывать. Потому что тебе не жарко, а? В школе нормально? Она, я говорю, выматывай, нормально. Мила, погуляй, Маша. Я басико гуляла, но, когда, час назад, наверное. Но я его не кормила, давай я его покормлю, наверное, пойду. Давай, ты пока Милка иди гуляй, пойдём покушай. Да, паста с грибами и Цезарь вон им покушай. Я не знаю, будешь ты или нет, я на тебя уже давно не готовлю, у тебя там своя программа. Попробуй. Подогрей только, положи в тарелку, подогрей, можешь сыром посыпать, пармезаном. Я свежий сыр купила, пармезан. Пойдём, подожди, нам ложка с тобой нужна. Пойдём кушать. Так, стой. Сейчас, подожди. Давай. Ой, 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 ой. Ой, голод. Ой, голод. Ой, голод. Сейчас, сейчас. Ешь. Ой, Бася. Ой, господи, куда там влезает-то консерва непонятно. В чём там душонка-то держится? Ммм, вкусно? Маша говорит, я, говорит, не люблю грибы. Солова вам прибыли купила? Да, я их просто пожарила. Нет, я купила свежие, просто пожарила, добавила макароны, сварила заранее и сыром моцареллы. Там ничего сливочного, ну, это, сливки, вот это все дела, это всего нет. Там просто моцарелла растопленная. Подогрей, господи. Так, всё, дети дома. Первым делом потребовали пингвина. Чуть-чуть, он ещё такой влажненький. Но уже зато чистый. Так, Катя, в новой пижаме. Лаврик категорически нет. Сказала, ни за что вообще. Ни с коротким рукавом, ни с шортами. Никакую пижаму я не одену. В общем, до слёз, до истерик, ну, ладно. Ничего не поделать. Чистый? Да. Всё? Всё хорошо? Первый вопрос был, где мой пингвин? Друзья, уже покормила детей, уже сидят, играют. Вот такие вот орешки открыла, кушаю. Очень вкусные, ребята, прям очень вкусные. Вот так они выглядят. И реально прям вкусные. И больше ничего лишнего, только одни орешки. Супер. Так, у нас уже вечер, садись, садись, садись. У нас макароны с сыром и овощи. Кушайте. Не горячий, не горячий. Нет, не горячий. Нету котлетки, да. Одни макароны с сыром. Нету котлетки, ура. Садись. Да понятно, понятно, ты рад. Всё, садись. С вилкой, господи, сядь. Так, кушайте, сейчас тевался завяжу. Собрала ланчбоксы. И что-то я, и литл бит, задолбалась. Взял босс. Садись. 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 Субтитры подогнал «Симон»